день добрый бритвки готовы то есть полностью все собрано все сделано как надо все ровно хорошо отлично получилось и сейчас я их вот заточил то есть я решил так сделать кому интересны данные бритвы кто если захочет приобрести пожалуйста пишите на электронную почту звоните когда у меня есть связь если нет связи можно перезвонить там через пару-тройку часов когда она появится или просто написать на электронную почту мол так и так хочу такой бритву но она будет в кожаном чехле что естественно конечно же удешевит ее итоговую стоимость вот если таких желающих не будет то бритвки будут дожидаться шкатулок то есть шкатулки у меня вот такие вот шкатулки это примеру из дуба там дальше смотрю еще делать может тоже из двух дел может еще еще то вот узкие будут то есть узкие то как сейчас я покажу наглядно хоп то есть бритвка лежит не плашмя не боком а ребром понимать можно так нажать достать можно так достать можно вообще просто взять и достать то есть кому как удобнее будет вот мне вот так удобнее нажимать вот рассказал как она все есть теперь давайте посмотрим то есть заточки что у нас получилось на видео конечно тут это не передать естественно в общем отлично все хорошо сточилось все ровненько вышло только на отблесках получается что-то показывать потому что все кругом блестит все кругом сверкает окно облеск отловлю конечно облеск на крыт неравномерный выглядит ну ладно пускай так лучше чем никак вот заточенные бритвки эти широкими лизиями вспомнил я же за все время сколько тут снимая обзоров этих бритв уже они разума не замерили ширину сейчас хорошо вспомнил вот так вот как все это выглядит давайте замерим сейчас я паузу линеечку схвачу вот замерять буду линейкой потому что штангенциркуль тут уже не прокатывает по острию шваркнул и до свидания за . поэтому все это будет так примерно если вот от бушка я буду примерно замерять то не видно нифигасе давайте вам просто скажу здесь девятнадцать с половиной миллиметров вот у этой бритвки ширина то есть девятнадцать половиной это 6 восьмых если на импортном языке как говорится девятнадцать с половиной тоже 6 восьмых и по широким лезвием сколько у нас выходит ух ты 23 с половиной конечно не точно измерения линейки но все-таки 23 с половиной это сколько же 20 с половиной то так на память и даже исполнил ну как минимум семь восьмых как минимум да даже ближе к дюймовочки уже принципе как то так вот сейчас еще скажу пару слов замерим 23 почти 22 с половиной где-то так вот у этой бритвки так пару слов о том хотел сказать что так как вопрос какой первый бритву выбрать является одним из самых часто задаваемых покажу на примере вот вы примеру смотрите на сайте вот бритва вот бритва сейчас замочек тут так отщелкну вот в принципе все хорошо бы да и хочется и ту и другую может быть и думается даже вот такую потому что они более редкие вот с широким лезвием но для первой бритвы выберите вот эту 6 восьмых почему объясню широкую бритву править в принципе тоже самое то есть что и узкую среднего размера то есть ширины ну пускай будем говорить широкая и узкая править проще в одинаково но 6 восьмой будет проще править почему у нее как это объяснить за счет ширины лезвия вы можете допустить ошибку примерно с каким-то там легким сказать даже давлением на ремне вот тут давление уже не особо прокатит на широком лезвии тут надо вообще прямо невесомо все это делать и случайно вы так как где-то ее пускай там слегка на приезжали то есть этот проход вас будет идти впустую и не затачивать то есть вы поймете только уже в процессе что нужно без давления чтобы заточка происходила то есть правка на ремне ими виду также кстати при заточке при заточке вот здесь можно взять ее так слегка и то есть почувствовать вот этот легкую такой легкий прижим почувствовать можно это допускается а вот допустим на широком лезвии вот там 7 восьмых 8 восьмых там если она вогнута и тем более 1 2 вот именно при этих значениях то там давление вообще недопустимо вот вес клинка должен работать это опять же усложняет для новичка движение но я принципе как раньше говорил что новичкам я по сути не советую затачивать с вами бритвы если у вас только если это время деньги и желание да смело беритесь за это дело у вас все получится если же нет вот этих вот то есть допустимых критериев как время желания и деньги то проще отдайте ее заточнику именно заточнику опасных бритв опять же повторюсь потому что сколько моих бритв было ухлопано заточниками которые там например затачивать ножницы или вот идет бритвы такие электрические вот я не берутся за опасную бритву лучше то же самое нет это не то же самое тут другой подход нужен совершенно вот лучше отдайте заточнику именно заточнику опасных бритв а он вам заточит и ваше дело будет только на ремешке и гонять вот так вот ну на ремешке опять же проще гонять среднего размера битву пример 5 8 6 8 хорошо но 7 8 принципе еще до 8 8 уже будет то есть принципе так же гонять но ошибку допустить будет легче это опять же повторюсь только именно разделу бритв одна вторая где у которых вогнутость если там пример 1 4 полуклин клин стопроцентный там не имеет никакого значения то есть это никак не повлияет у 1 2 там вот лепесток он пружинит и пружинит он больше у него этот дипозон подвижный вот этого лепестка слова и за счет этого то есть какой-то легкий прижим дает то есть прогиб такой легкий вы не заметите на глаз принципе но ну так вот будет существовать поэтому прижим она не терпит вот так вот но сильно не заморачивайтесь я знаю что в россии люди с руками все и у вас точно все получится это за границей там говорят что вот тапками не надо воду черпать а ковш для воды не надо на ноги девать в инструкциях в россии такого не пишут потому что знают что тут народ не дурака далеко что народ сообразительный с руками смышленый поэтому я думаю что у вас получится все и в любом случае ну что ж да кстати вот на будущее бритвку нашел еще прессованную древесину он видали почем остаток по старым старым ценам то есть этой деревяшки я уже даже не помню сколько годов там в общем она у них заболелась они долго не замечали потом нашли и меня хотели продать уже по новой цене гулять рублей 250 рублей отдайте говорю мне деревяшку то одна штука жену опять потеряете сгниет очень вот так и взял как подарок он не вышло этой вот это вот сумма это нашем деле это подарок это за так вот что еще мне сказать а нечего мне сказать больше ничего нового все поставим как вы сейчас буду делать для них шкатулки не торопцом сначала вот одно сделаю потом может еще добавлять посмотрю лучше по ходу а так вообще на будущее прям вот на будущее как появится меня свободное времечко я вот эти вот у 10 а сталюгу 6 8 ширина вот такая же вот конфигурация как 6 8 6 8 чуть ближе к 7 8 7 8 вот так вот кованая сталюга почему не взял просто лист повторюсь еще раз потому что раньше говорил но не все же видео увидели примеру потому что лист сейчас как сейчас уже лет как больше десяти очень часто встречается неполноценный то есть сделано на отмахнись как-то так вот и поэтому приходится ковать уже после ковки то есть там уже ты знаешь что ты получаешь что в итоге выйдет из листа это как вот лотерея 1 вроде бы получилось другая посыпалась почему не знаю а потому что лист я очень много на этом нарывался поэтому кую пускай 4 переходный такая ковка то есть берешь пруток плющишь потом то есть когда я раскручивал в полоску не в тонкую уже в эту полоску вот так плющишь и там еще раз раскручиваешь что уже нужен размер толщины нужный вот в этом случае я уже вот эти вот ошибки которые встречаются в листовом прокате просто напросто вижу обрезаю выкидываю все остальное уходит вот в заготовку в ковку потому что если какой-то косяк появился он сразу же при ковке проявляется его просто надо бы отрезать это как лишнее и мусор не глядя причем вот теперь точно все сказал вот прямо точно все поэтому еще раз повторюсь коротко кому интересны эти варианты в чехлах говорите пишите нет проблем как говорится нашим легче не делать лишний раз шкатулку все а так они в принципе пока будут не на сайте и дожидаться своих таких вот вариантов на этом отклоняюсь всего доброго до новых встреч до новых обзоров до новостей до свидания